Всем привет! Я Анна Коплунова, и это мой блог. Доброе утро! Сегодня 9 июня, и еще нет 11, а я встала, и мой муж встал. И все потому, что вот этот вот студент сдаёт сегодня литературу онлайн. И я сейчас быстро позавтракаю, оставлю его наедине со своими сложными экзаменами и поеду к сестре. На улице супер жарко, поэтому максимально всё самое лёгкое, то штаны достаточно тёплые, но вся летняя одежда у меня дома. Сюда я ничего не приносила, поэтому выкидываю мусор и едем. Поздоровайся с моими зрителями. Это Арина, моя сестра. Ей 9, теперь 9. У нас не разница 14 лет. Это молодое поколение, к которому я уже слишком далека. Что ты делаешь? Лайк смотришь? Привет, подружка. Привет. Привет. Кто красотка? Ну что ты? Ну что ты? Не соскучилась по мне? Молоко, гречевые хлопья, сахар, соль, ложка чайная и ножек. Поздравляю тебя. Выкладываем? Да. Он сохранится? Да, но мы просто ничего не написали, типа там, что делать, но не страшно. Ой. Но я в 9 лет не умела делать самокашу. Я, мне кажется, лет только в 20 началась я делать самокашу. Вася и поехала. Угу. Поехала. Уже едет. Мы с мужем собираемся в Крым поехать. Не знаю, когда. Может быть, в конце этой недели, может быть, на следующей. Сейчас я хочу собрать летние вещи из родительского дома, потому что все летние вещи тут. Плюс как ему нужно найти свой чемодан, маленький ручной укладь. И запихнуть все туда. На самом деле, у меня осталась еще куча всего неразобранного с Японии, куча каких-то подарков, сувениров, которые я принесла. Я сижу на корточках, поэтому я немножко шатаюсь. И куча еды, которую я не съела, не подарила. И теперь я сейчас не знаю, что с этим делать. Например, вот это вот желе. Видите, тут иероглифы. Оно безумно вкусное. Оно со вкусом персика. Тут написано, что 0 калорий. И я привезла, чтобы есть. Но, насколько я помню, это все хранится в холодильнике. Поэтому я думаю, что это все уже, наверное, испортилось. Поэтому придется выкинуть, к сожалению. Потом есть вот такой лимонный... Я не знаю, какой-то витаминный напиток. Тоже непонятно, испортился он или нет, хранится он в холодильнике или нет. Подумаю, что с ним делать. Пока что не буду выкидывать. Купила вот такую маленькую фанту. Тоже думала, кому-то подарю. Но не подарила. Но вот она, как раз-таки, думаю, с ней все в порядке. Она не испортилась, поэтому оставлю. Дальше вот такие безумно вкусные леденцы пью. Они с лимоном. Они с разными вкусами. Так мило. Все с иробиками. Они еще точно хранятся. С ними все нормально. Хотя тут написано 5-е, 20-е. Что 20-е? Надо тогда их подавить кому-то или съесть. Что-то с ними срочно сделать. Дальше есть вот такой том-ям. Не знаю, какой-то супер-разводной японский. Но с ним все точно абсолютно нормально. И еще одно желе энергетическое со вкусом колы. Но с ним, скорее всего, тоже все очень плохо. Его тоже придется выкинуть. Дальше я нашла вот такой японский тейп. Это спортивный пластырь, который держит мышцы, держит место, которое у тебя болит. Держит, короче. Трудно объяснить. Нашла вот такие штучки. Здесь написано мое имя, фамилия, театр. Это нужно вешать на багаж. Но повесила, конечно, на багаж. Нет ни разу. Потом еще какую-то вот такую штуку. Ментоловую. Все, что я могу сказать. Все, что я тут вижу. Потому что все остальное на иероглифах. На иероглифах. Иероглифами написано. И, если честно, я абсолютно не помню, для чего это. Вроде бы нужно где-то помазать, и все пройдет. Надо будет загуглить, либо в Google Translate перевести. Есть такая штука. Я как раз ее открыла, когда была в Японии. Ты можешь открыть Google Translate, навести. И там есть перевод не просто с картинки, а онлайн. То есть тебе не нужно фоткать и выделять область, которую нужно переводить. Я вот так ходила в японских аптеках. Вот так вводила везде. И примерно понимала, что от чего. Так что вот это тоже надо будет перевести. Но в любом случае это, как и вот это, мне пригодится только на работе. Так что абсолютно не к успеху знать, что это лечит. Потом несколько упаковок вот таких пластырей. Сейчас покажу, как они выглядят. У меня даже открытая штучка есть. Вот такие пластыри. Их клеишь в основном на их. Ну, вот здесь написано, нарисовано область применения. И они очень приятный охлаждающий эффект несут. Но тоже, видите, все неиспользованное. Потому что буквально я сначала приехала из Японии. В Японию уездили в ноябре. И как-то ничего не болело. Тфу-тфу-тфу. А потом я уехала разъезжать на просмотры из театра. Поэтому тоже не так много работала. Поэтому это все не пригодилось. Что-то... Боже, у него все высыпалось. Что-то я в подарок привозила. Может быть, кому-то не додарила. Я, если честно, не помню. У меня сейчас из всех моих друзей-артистов балета тоже никому не нужно. Потому что никто не работает в карантине. Дальше у меня есть такая йока-йока. Это... Сейчас покажу, как выглядит. Или не открывать. Вдруг кому-то подарили. Не буду открывать. В общем, это такая штучка. Она охлаждающая, разогревающая. И не знаю, какая конкретно это с каким эффектом. Но ты мажешь больное место. И оно чуть-чуть проходит. Японская... Вообще, вот эти все японские штучки, чтобы не болело. Вот это саланпас. Примерно такое же действие, но в аэрозоле. И оно холодит. Вот. Все эти японские штуки, они работают потрясающе хорошо. И у тебя сразу все проходит. Я помню, что я покупала в Японии пластыри. Там просто пластырь и на нем магнитик. И у меня очень жестко заклинило шею. И я налепливала пластыри. И буквально через пару дней прошло. Хотя до этого не проходило очень долго. И я ходила к массажисту. И тоже ничего не проходило. А тут просто пластыри. И просто все прошло. Еще одна упаковка. Йоки-йоки. Вот такие пластыри. Типа как у нас есть. Дорогущие. Я не помню, как называется. Это какая-то альтернатива. Нормально. За нормальные деньги. Ополаскиватель в таблетках. По-моему, я пробовала, не помню. Мне очень понравилось. И еще одни пластыри. Заготовилась к тому, чтобы работать весь театральный сезон. И театральный сезон внезапно закончился. Еще нашла вот такой бейджик с моим именем и фамилией. Названием театра. Это, по сути, он вообще сильно не нужен. Но ты, благодаря этому бейджику, можешь пройти в театр во все места. Куда кроме театра, конечно, нам нужно проходить, где нас не знают и где у нас нет пропуска. Но можно показать, и тогда все поймут, что это из театра. Но, в принципе, где я не была на гастролях, всегда все спокойно пропускали артистов. Ну, потому что балетных артистов видно издалека, и вряд ли вдруг какие-то русские балерины решат пройти в театр, если это не артисты-труппы. Это практически невозможно. Поэтому вот такие штуки обычно никогда не пригождаются. Но, тем не менее, каждый гастроли, каждый выезд там их раздают. Потом собирают обратно. Не знаю, почему в этот раз не собирали. Я думала, что на этом все. Но, оказывается, нет. Сошла какой-то такой пластырь на шею, на спину. Я, как уже говорила в то время, когда я была в Японии, у меня болела шея. Поэтому я скупала все подряд. И, судя по тому, что он черный, он должен быть какой-то лютый, прям максимально охлаждающий, разогревающий. Я знаю, какой он. Я тоже оставлю на крайний случай, если вдруг что-то будет сильно болеть. Еще одна шла одну штуковину. Она, конечно, к японским гастролям никак не относится. Но, тем не менее, относится к театру. Обычно в конце каждого сезона нам выдают какой-то подарок от театра. И в прошлом году это был вот такой надувной круг с эмблемой театра. В позапрошлом году была подушка для полета. Я думаю, что в этом году возьму круг, если мы доедем все-таки до Крыма. И буду поближе к своему театру, в котором не удалось заработать конец сезона. Теперь еще есть одно место, где лежат мои вещи. И, возможно, покупки из Японии это под вот этой вот кроватью. Давайте посмотрим. Итого у меня получается вот эта кучка вещей, вот это, вот там еще. Здесь мусор я забрала. И у меня тут куча-куча книг. Я не знаю, что с ними делать. Я, наверное, выставлю их на Авито, продам за чисто символическую сумму. Просто потому, что я их все сама покупала. Они все в очень хорошем состоянии. И хранить их просто нет смысла. Пусть другие люди читают. Потому что, например, вот эта книжка стоит практически тысячу рублей. И мне пришлось ее купить, потому что она очень интересная тема. Вот, но, может быть, кто-то не может купить за такую сумму. Продам буквально за сто рублей и выставлю это все на Авито. И посмотрю, что из вещей, которые я собрала, мне действительно нужна сейчас поездку. Достану чемодан и упакую их туда. Я достала свой чемодан, по которому путешествовала по Америке. И вообще последние три месяца. И в нем что-то есть, судя по весу. Мне очень интересно, что там. Надеюсь, не хиньте американские штучки. Хотя вроде бы я с собой не покупала ничего особо в подарок. Так что разбираем клад. Так, ну тут оказалось куча всего. Например, ложки, которые я покупала путешествием по Америке, чтобы есть всякие йогурты. И убрала их с собой в вот эту штучку пластиковую от зубной щетки. Зубная щетка. Почему-то не знаю, почему. Линзы. Йока-йока. Еще одна. Непонятно, что она здесь делает. Потому что она из Японии. Еще линзы. Отлично, на два дня линзы нашла. Ихинацея из магазина. Ну типа магазин-тераптека в Америке. Она должна помогать иммунитету. Я покупала, когда я заболела. В итоге, естественно, я ничего не понимаю. Так, вот такая штучка, в которую... Не помню уже, где я ее покупала. Но в ней очень удобно складывать вещи в то отделение, которое не закрывается вот такой штуковиной. Так, это от... Что это? Это носки для полета, видимо. Я летела и ничего не разобрала вообще после Америки. Это чудо какое-то. Так, топ. Платье летнее, которое я в Майами носила. Вот это очень крутое полотенце-коврик для просмотров балетных. Покупала в Спортмастере. Оно очень хорошо впитывает. У меня такое, похоже, полотенце есть в театре, чтобы ходить в душ. И вот с этим я путешествовала по Америке. Было очень удобно, потому что я и разогревалась на этом коврике, и на пляже лежала, когда нужно было. И вообще, в принципе, расстелить и присесть в крайнем случае можно было. Это было здорово, удобно. Так, купальник балетный, в котором я просматривалась. Юбка. Тушь. Еще одна зубная щетка. Всякие женские штучки. Так, вот это. Что это такое? Тоже для иммунитета какие-то штучки для рожевывания. Нужно, наверное, забрать себе домой, потому что... Потому что они будут просто приезжать. Вдруг им не хотят подниматься. Это платье, которое я не помню, откуда я забрала. Почему-то оно тут лежит, хотя я его в Америке не возила. Так, это шоколадку, которую купила для бабушки. Я до сих пор ее не подарила. И я приехала в середине марта. Сейчас как бы май. Ой, май. Да, конечно. Сейчас июнь. Ничего. Так. Вот такие леденцы. Я покупала, потому что мне жутко болело горло. И я их постоянно ела. Но сначала я купила такие леденцы. И они не сильно ментоловые, что они не спасали от боли в горло. Поэтому я купила вот такие. Брала с собой, видимо, в ластере. Может быть, не брала, если честно. Уже не помню. Но, в принципе, все. Тут уже, на самом деле, всякий хлам, который не был со мной в Америке. Но почему-то здесь все равно лежит. Тут, наверное, что-то не нужно вам читать. Как-то так. Немножко сменила свой отфит. Майка черная. Черное платье. И собрала чемодан из всего того, что я сегодня набрала. Я думаю, что, наверное, еще какую-то часть вытащу. Потому что это слишком много. Тут нет еще теплых вещей. Потому что все равно в Крыму, вероятно, будет когда-нибудь прохладно. И да. Вот так вот выглядит мое творение. Сестра первый раз у нас в квартире. Поэтому она здесь уходит, изучает. Иди, мои руки. Иди. Давай. Там немного вариантов. Там немного вариантов. Ты справишься. Да я вижу. Самый большой интерес в квартире вызвали маршмеллоу. И мы сейчас заказали себе поесть в теремке. И купили вот такое маршмеллоу. Будем готовить потом на плите. И да. Не терпится уже сладкое поесть. Нормально. Там оно в отдельном багетти должно быть. А-а-а. Ну что? Анбоксинг маршмеллоу. Они большие. И шпажки. А сколько? 5 должно быть. 5. Ну, упаковка, конечно, супер. Как будто настоящие угли или не знаю что. Прям как для взрослых. Да. Прям похуже. А хотя это для детей. Он забирает еду. Вот и мы забрали еду из теремка. Как-то быстро. Почему быстро? Сейчас будет анбоксинг теремка. Нам вдруг захотелось супа. Борщ. Грибной. Аня все с грибами заказала. Да. Дальше. Греча с грибами. У него нет гречка. А у меня. Котлетки. Две котлеты и перо. Приятного аппетита. Тяжело, кстати. Поменьше сделать огонь. Я всегда хотела. И вот я это и сделала. Кстати, это как будто облачко. Ой. Почти так, может, вкуснее. Говорю вам. Теплое. Слишком теплое? Нет. Вот смотри, я вот уши так сделала. И оно очень мягкое стало. Он должен, наоборот, корочкой стать твердой. Мне страшно. А корочка мягкая? Корочка должна быть твердая, а внутри жидкая. А сейчас... Ну, у тебя же так... Что? Со шпажкой? Да. Это эксперимент. Ага, эксперимент. Ты делал за меня. Давай, несчастный повар, еще раз. Сначала мне показалось, что корочка по вкусу как печенья. А вот это там. А сейчас я сказала, что это сладкая вата. Да. А это... А внутри слайм. Когда я была маленькая и смотрела американские фильмы, где люди жарят маршмеллоу, а у нас в России еще тогда не было маршмеллоу, и никто вообще не понимал, что это, я все время думала, что это пельмени. Я видела просто что-то белое и жарят на тканском. АСМР. Знаешь, что это такое? Знаю, что это такое. Не такая старая, чтобы не знать, что это такое. Ты не такая уж и молодая, чтобы не знать, что это такое. Пока. Уходим. Отдаем сестру обратно в дом. Сейчас, вон месяц. Да. Арина прощается с вами, а мы продолжаем. Помаши ручкой. Сняли вот этому актеру визитку. Теперь кормим этого актера. Ты не в фокусе почему-то. Вот. И поедим, посмотрим фильм и, наверное, ляжем спать. Поэтому, наверное, думаю, ничего больше интересного я вам не покажу за сегодняшний день. И настало время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всех целую. Пока. Продолжение следует...